Всем привет! На ваших экранах Hi-Fi Salon CinemaScope. Совсем недавно компания DinoBoys добавила в модельный ряд Challenger два активных сабвуфера. Это CSB V12 и V15. 12 и 15, соответственно, означают дюймы, и это диаметр низкочастотного динамика. Кстати, весит этот монстр 39 кг, здесь еще на шильде написано транспортировочно. Мы привезли, собственно, как можно уже отгадаться, V15. Это здоровый зверь с 15-дюймовым низкочастотным динамиком. Давайте его распакуем и посмотрим уже вживую, что это из себя представляет. Он у нас сабвуфер в черном цвете. Шведы, кстати, добавили ножки. Сейчас посмотрим на эти ножки. Там еще есть какая-то плита, специальный новый X-Type. И они добавили в сабвуфер свою фирменную технологию X-Change для корректировки отдачи. В данном случае здесь на низких частотах. Что же тут в комплекте? Здесь лежат вот такие резиновые ножки с резьбой. И кабель питания. Четыре массивные резиновые ножки, которые способны будут, надеюсь, выдержать вес вот этого сабвуфера. Сам сабвуфер весит где-то порядка 33 кг, ну а в упаковке все 39. Теперь его надо как-то отсюда изъять. Кстати, вот эта эмблема Диновойс новая. Круто, стильно. После снятия верхнего защитного слоя из степененного полиэтилена мы здесь видим ту самую пластину, которую Диновойс назвал X-Type, в которую будем вкручивать ножки. Предназначение же самой этой пластины в том, чтобы улучшить целостность корпуса и снизить, поглотить вибрации, исходящие от сабвуфера, и тем самым улучшить качество звучания. Сюда вворачиваем сейчас четыре ножки. Мощно. Ножки там резиновые, но внутри винт с шестигранником. Соответственно, нужно еще добыть шестигранник и затянуть. Потому что если так закручивать просто от руки, то они не до конца затягиваются. Сейчас добудем шестигранник. Ну и после того, как все опоры затянуты, можно приступать к дальнейшей распаковке сабвуфера. Итак, здесь у нас сверху видно щелевой порт фазоинвертера, сабвуфер фазоинвертерного оформления. Вот такой вот здоровый зверь с низкочистотников 15 дюймов 38 сантиметров. Защитный гриль на пистонах. Снимаются и здесь металлические пистоны. Матовая черная поверхность. Дальше такая пленка под дерево. На задней панели LFE вход, триггерный вход 12-вольтовый. Здесь же RSA вход, левый-правый выход. Регулировка кроссовера отдачи, регулировка фаз, регулировка громкости. Здесь же включение в режим либо постоянно ON, либо авто. При подаче сигнала сабвуфер будет включаться здесь высокоуровневый вход, акустические клеммы. И здесь же находится фирменная технология Exchange, DinoWise, которая теперь еще присутствует в сабвуферах. С помощью регулятора Exchange можно отрегулировать отдачу на частоте 63 Гц с шагом в 3 дБ. Плюс или минус 3 дБ. Ну и здесь колодка питания и радиатор. Кстати, усилитель сабвуфера работает в классе AB. Вот мы и рассмотрели с вами новый сабвуфер DinoWise CSB V15 с 15-дюймовым низкочастотным динамиком. Приезжайте к нам в шоурум в городе Сергей Фасад или в городе Москва. Здесь можно посмотреть, пощупать, потрогать и послушать, что самое главное, эти сабвуферы в стереосистеме или в системе домашнего кинотеатра, если нужно будет, соберем. Также оформляйте заказы через сайт, ссылку я оставлю в описании. А с вами был Hi-Fi Салон Снимоскоп и я Дмитрий. До скорого!